Я рад вас приветствовать сегодня в нашем новом формате, поскольку прошлый наш этап был посвящен вопросам истории и тенденциям развития российского законодательства о предпринимательстве. Темы наши были основательными и серьезными, такими же они будут и дальше. Однако дальше я предлагаю продолжить нашу экспедицию в более свободном формате, а именно в формате без галстуков. Поэтому сегодня мы приступаем к изучению современного курса, к познанию его тайн. Чтобы их познать, нам необходимо отправиться в экспедицию. Поэтому приглашаю вас оставить временно свои дела и погрузиться в атмосферу поиска сокровищ, затонувших кораблей и кладов. Вы спросите, что мы будем открывать в этом курсе? Какие тайны? Отвечу. Открыть нам нужно всего три важнейших тайны, познав которые, вы при вашем горячем желании сможете стать не только миллионерами, но и, возможно, кое-кто из вас и миллиардерами. Тем более, что таких примеров сегодня множество. В мире уже скоро будет тысяча миллиардеров, не говоря уже о миллионах миллионеров. Почему я об этом говорю? Потому что у меня есть кое-какой опыт. Дело в том, что когда я сложил стаж работы по основным и совмещаемым местам работы, то мой трудовой стаж, оказывается, уже давно превысил мой возраст. Поэтому, прочитав более 10 тысяч лекций, проконсультировав более 500 различных компаний и поработав в разном качестве в самых различных коммерческих и некоммерческих структурах, просеяв теорию и практику бизнеса, я сделал несколько важных выводов, которыми хочу с вами в нашем курсе поделиться. Но чтобы вы не были пассивными слушателями, а активно мотали на ус или на другое место получаемую информацию и успешно трансформировали ее в деловые навыки, приглашаю вас создать временный творческий коллектив по поиску сокровищ и совместно отправиться за ними в экспедицию. Поскольку в таком качестве мы не можем не надеяться на помощь друг друга, то позвольте называть вас, дорогие мои, друзьями, поскольку большую часть жизни я посвятил общению, взаимодействию, обучению и оказанию помощи предпринимателям, студентам и всем, кто стремится своими усилиями сделать свою жизнь лучше. Поэтому сегодня мы переходим к практической части. Изучив историю, мы делаем следующий шаг. И как говорил герой известного произведения, берем быка за рога, поскольку именно сегодня мы начнем открытие тайн предпринимательства. Но прежде хочу пояснить одну ситуацию. Дело в том, что я, как не самый добросовестный студент, не всегда успевал прилежно готовиться к занятиям, так как любил погонять футбол, волейбол, баскетбол, вручной мяч, сходить в кино, в театр, на танцы или просто побездельничать. Это наложило отпечаток и на мои последующие занятия и лекции. Более 9 тысяч из 10 тысяч, прочитанных мной, я читал, как правило, без плана и без подготовки, смело глядя в глаза аудитории. И до сих пор удивляюсь, как мне все это сходило с рук. Но поскольку сегодня я выступаю перед огромной аудиторией, то, понимая всю ответственность, принятую на себя, я затратил на подготовку каждого материала примерно в 30 раз больше времени, чем будет длиться наше с вами общение. И боясь что-либо пропустить или отклониться от курса нашей экспедиции в поисках сокровищ, я, с вашего позволения, буду периодически подсматривать свой конспект. И прошу меня за это сильно не критиковать, а то вдруг пропустим какое-нибудь место захоронения ценнейшего клада, пусть даже пока интеллектуального. Итак, дорогие мои, мы пускаемся в наше путешествие. Вы видите замечательный сундук, который может принадлежать каждому из вас. И дело только именно ваше, чем именно в процессе познания тайн предпринимательства вы его наполните. А для того, чтобы наполнить свой сундук сокровищами, с помощью которых вы сделаете свою жизнь счастливой и налогооблагаемой, есть, как сказал французский познаватель жизни Монтень, три способа. Это воровать, попрошайничать и что-то делать. Ленивых и откровенных бездельников изменить сложновато, хотя надежда есть. А вот тех, кто хочет, но не может, не научился, но желает, тех однозначно приглашаю к экранам, потому что именно вы являетесь мощным потенциалом для пополнения отряда миллионеров. Надеюсь, что познание механизма поиска сокровищ будет полезного. Договорились? Мы с вами остановимся преимущественно на третьем способе. Хотя не можем оставить без внимания и другие. В тех случаях, когда нам нужно будет защититься от их применения теми, кто их освоил. Вы знаете о том, что многие великие люди направляли своих соотечественников, своих соратников на большие дела. И в частности, замечательные слова. Судьба благоволит тому, кто смеет, принадлежат Вергилию, который был вдохновителем тех, кто решался на большие дела. Поэтому, обращаясь к вам, мальчишки и девчонки, а также их родители, студенты, слушатели бизнес-школ и аспиранты, менеджеры и руководители фирм и коммерческих объединений. Сегодня я приглашаю вас присоединиться к нашему занятию. Причем не только тех, кто уже участвует в нашем процессе, но и тех, кто еще не достиг не только уважаемого возраста, который принято называть преклонным, но даже и школьного и дошкольного возраста. Вы спросите, а что они в этом понимают и что они могут сделать? Ну, это еще как сказать. В подтверждение того, что молодежь и совсем молодые люди способны на великие, в том числе, коммерческие подвиги, я приведу в процессе нашего курса немало фрагментов, которые составят яркие кадры нашей экспедиции. Многие из таких фрагментов приведены в бизнес-курсе, который издан, первая часть которого издана в виде книги, которая называется, как мы уже с вами знаем, я вам показывал ее, как заработать на идеях. Этот курс в целом о трех источниках предпринимательской живительной прибыли, из которых черпает свое благополучие каждая коммерческая и некоммерческая организация. Особенность первой части, которая состоит пока из одной книги, в ее эмоциональном призывном характере, поскольку сам по себе процесс рождения идей, что составляет основу первого этапа, больше не правовая, а социально-психологическая, творческая проблема. Однако без преодоления зашоренности, без рывка и устремленности в будущее становится бессмысленной и правовая регламентация. Роскошные плоды не могут взрасти на скудной почве. Поэтому подготовленный мной курс, который я творил в течение около 30 лет, адресован в первую очередь студентам, начинающим предпринимателям, а также молодым руководителям и специалистам, ну и, конечно, всем, кто интересуется предпринимательством. Цель этого курса, как и цель нашей с вами экспедиции, помочь сколыхнуться тем, кто ищет свой путь пробуждения, ищет его здесь, в России, с учетом ее особенностей, менталитета, истории и национальных традиций. Я очень надеюсь, что мои рекомендации будут полезны вам, в том числе как отечественным предпринимателям, так и тем, кто находится за рубежом, за пределами отечественного бизнес-пространства. Я вспоминаю один очень интересный случай, который повлиял на стиль составления этого бизнес-курса. Как-то в очень увлекательной, четырехчасовой, хочу подчеркнуть, беседе с одним из очень интересных и ярких молодых дерзких директоров, обучавшихся в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, где я преподаю, Мы очень обстоятельно обменялись нашим видением проблем предпринимательства. Я изложил ему, как бы хотел их описать. На что он мне ответил, такого курса в России нет, но если вы его напишите, то, думаю, он будет нужен. Друзья мои, мечты должны быть высокими, а цели – дерзкими. Только при таком подходе можно достичь высоких результатов. И только так можно добиться полноты самореализации в сфере предпринимательства. Прежде чем мы достигнем своей цели, она должна четко сложиться у нас в голове. Разве не этому нас учили все провозвестники новых идей, начиная от греческих философов? Поэтому очень здорово, что мы сегодня собрались, чтобы познакомиться с этим бизнес-курсом и отправиться в экспедицию для познания тайн предпринимательства. Хочу подчеркнуть, что изложенные в курсе положения о том, как пробудить свой потенциал, как создать идею, которая поможет раскрытию личности каждого из вас и ее максимальному расцвету, а также как найти пути коммерциализации идей в условиях нынешней российской экономики. Этот курс предназначен тем, кто желает покинуть горячолюбимый диван и выпустить из своих объятий свеженькую комсомолку и отправиться в экспедицию в поисках тайн затонувших кораблей и закопанных в немеренном количестве по всем материкам кладов. Они ждут вас, и тот, кто будет хорошо искать, обязательно их найдет. Три части бизнес-курса объединены общим замыслом. Причем, хочу сказать, что стиль изложения этого курса во многом обусловлен теми требованиями, которые предъявляли к нему любознательные студенты, слушатели российских бизнес-школ, а также читателям десятков моих статей и интернет-рассылок. И это во многом помогало формированию его стиля, поскольку, как я вам говорил, я проводил занятия более чем в 40 вузах Российской Федерации. Сухая академичная манера в бизнес-аудиториях, скажу вам честно, не приветствуется. Предприниматели очень пытливый народ, так же, как и руководители и специалисты, и они требуют ответов на свои вопросы в предельно доступной форме. Я понимаю, что вам нужна конкретика, что, где, когда, как, почему и сколько. И почем. Но согласитесь со мной, что длительное изложение материала требует разрядки. Я сам недавно был на семинаре в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. И хотя лектор был великолепен, все же через несколько часов работы наступает некоторая утомляемость. Поэтому, чтобы в меру возможности облегчить ваше восприятие, этот курс я разбавил юмором и различными забавными историями. Когда-то мне довелось услышать от одного бизнесмена такую фразу «Бизнес надо делать весело». И я взял ее на вооружение. Другой момент, который повлиял на формирование изложения. Однажды в перерывах между лекциями в той же бизнес-школе министров, как ее иногда называют, Академии народного хозяйства, ко мне обратился слушатель, начинающий молодой директор фирмы из города Перми, который удивленно сказал мне, «Никогда не думал, что сухую правовую материю можно излагать таким доступным и интересным языком». Меня удивило такое откровение, честно сказать. Но оно же стало инструментом на пути дальнейшего совершенствования этого бизнес-курса. Поэтому, надеюсь, что это также повлияло на улучшение его качества и вашего восприятия. Другой раз, лет через десять после обучения, мы встретились с бывшим студентом, ставшим директором крупного торгового холдинга. И вот, что он мне рассказал. Честно сказать, большинство из того, что вы нам рассказывали, я забыл. Но те примеры, сдобренные юмором, что вы приводили на лекциях, помню до сих пор. И при случае рассказываю сам другим своим коллегам. Вот эти и другие подобные очень ценные пожелания многих студентов, слушателей бизнес-школ, предпринимателей, привели меня к формированию стиля, который, на мой взгляд, позволяет сложные, причем очень сложные, а порой и несколько скучноватые, для неподготовленного слушателя и зрителя вещи, излагать, на мой взгляд, в достаточно доступной манере. И вот теперь, когда вы познакомились с основными принципами, положенными в основу нашей совместной работы, наша задача теперь побольше извлечь из нашего совместного общения. Я постараюсь максимально доступно изложить основные положения российского предпринимательства. И наш курс лежит в фарватере специальности предпринимательское право, гражданское право Российской Федерации. Все мы родом из детства, а я еще и родом из комсомола. А комсомол, как известно, не просто возраст, поэтому не могу не вспомнить слова из замечательного выступления нашей соратницы, которая однажды на собрании, выйдя на трибуну, призвала нас. Мы, комсомольские вожаки, должны быть ближе к вам, то есть к массам. Ну, тогда было другое время, но и сегодня нам не помешает более тесное единение для усвоения бизнес-основ. Итак, дорогие друзья, продолжим. Нынешняя экономика, в которую мы вступили, именуется рыночной, но по своему современному содержанию все более становится креативной. И изобретатель, предприниматель, креатор становится в ней центральной фигурой. Недавно я общался с доктором экономических наук из МГТУ имени Баумана Олегом Николаевичем Мельниковым. Он очень инициативный и дерзкий человек и создал единственный в мире журнал, называющийся «Креативная экономика», в котором очень много внимания уделяет различным аспектам оценки интеллектуального капитала, совершенствованию личности и развитию ее мощи. Он же является заместителем главного редактора и активно продвигает и популяризирует журнал «Российское предпринимательство», в котором также публикуется множество материалов, которые могут помочь вам в качестве подсобных положений. В числе других вопросов, которые освещаются этими журналами, там много внимания уделяется именно молодежному предпринимательству. И многие свои идеи о предпринимательстве я также изложил в этих журналах примерно в 12 статьях. Итак, мы подходим к ключевому вопросу. Нам необходимо выяснить, отправляясь в это путешествие, на какую же роль мы претендуем и кто такой предприниматель. Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации лишь сухо определяет правовой статус предпринимательства, но не касается его души. А вот руководитель факультета экономических и социальных наук Академии народного хозяйства, доктор экономических наук, профессор Анатолий Вячеславович Бусыгин, любовно назвал предпринимательство формой деловой романтики. Красиво, правда? Дело в том, что он очень скромный человек и обладающий очень тенким чувством юмора. Поэтому о себе он говорит, что у меня есть всего три недостатка. Я очень скромный, очень красивый и очень умный. И это действительно так. Изучение многих видов бизнеса и личностей сотен предпринимателей позволили мне сформулировать свое собственное определение. Кто же такой предприниматель? И я не могу с вами не поделиться. Это определение я изложил во второй книге, которая является одной из двух, которая составляет вторую часть бизнес-курса. Посвящена она потребительскому, структурному, внутрифирменному богатству и называется «Как управлять бизнес-кораблем». Вторая книга этой части называется «Бизнес-корабль твоей мечты». В ней подробнейшим образом, в доступной форме, я также постарался, переписав эти книги более 270 раз, детально изложить основные ключевые положения предпринимательства с тем, чтобы вам было легче усваивать их. Так вот, что касаемо определения предпринимательства. Хочу сказать, что предприниматель – это крайне слабо изученный современной наукой, несмотря на его повсеместное распространение, субъект. Он – таинственный, многоликий бизнес-путешественник в бескрайном океане, первооткрыватель, любознашка, творец, созидатель, основатель, учредитель, собственник, искатель удачи, владелец имущественных и неимущественных, авторских, а также всех смежных и прилегающих к ним интеллектуальных прав, открыватель, рационализатор, изобретатель, идеец, менеджер и организатор воплощения своей идеи в жизнь, креатор, финансист, инвестор, производитель, торговец, маркетолог, рекламный агент, эксперт, покупатель, экономист, бухгалтер, юрист, личность, руководящая собой, искусствовед, сценарист, драматург, режиссер, постановщик собственного сценария, композитор своей рапсодии, поэт, сочиненный самим собой бизнес-поэмы, продюсер и исполнитель главной роли, сочетающий в себе одновременно все перечисленные и другие необходимые для бизнес-деятельности роли, стремящиеся создать чудесную, изумительную и увлекательную мелодию своей уникальной, единственной и неповторимой жизни. Ну, а если сказать короче, то предприниматель это изобретатель различных способов получения прибыли. Поэтому, дорогие мои, продолжая нашу экспедицию, сегодня я хочу сделать вместе с вами следующий шаг и отворить перед вами врата многих золотоносных тайн. Но самые главные из них, как я уже сказал, это три тайны. Итак, открываем врата тайны первой. И состоит она в следующем. Любой бизнесмен, любой предприниматель должен иметь много идей. Казалось бы, факт очевидный, но на нехватку идей обращают внимание сегодня очень многие в нашем государстве. В частности, недавно премьер-министр нашего государства выступая в одном из своих выступлений говорил, что в прошлом году государственной корпорации нанотехнологии Роснанотех выделено 130 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса. Средств выделяется достаточно. Были бы идеи. Так напутствовал глава правительства министров. Вы скажете, что идей у нас возможно достаточно много. Но позвольте с вами, если будут такие мнения, не согласиться. Недавно я был в одном из московских банков и рассказал о том, что мы проводим такую работу по обучению, консультированию. И одной из главных целей является доказать, помочь, убедить предпринимателей, чтобы они организовали работу по стимулированию притока, града, мощного мощного дождя идей. На что руководитель банка мне ответил. Мы занимаемся этим делом. Мы знаем, что оно очень важное. В головном офисе у нас даже разработано положение, и мы уделяем этому очень большое значение. И тогда я спросил его, сколько человек работает в вашем филиале? Он сказал, около ста человек. А сколько за прошлый год подано идей? он ненадолго задумался и потом сказал «одна». То есть сто человек в год подают одну идею. На что я ему сказал, а знаете ли вы, что в Японии благодаря тому, что за каждое поданное предложение руководители премируют самыми разнообразными, причем порой самыми незначительными видами поощрений своих работников, наиболее активные рабочие и специалисты подают в год тоже одну идею. Только не одну штуку, а одну тысячу идей подает один человек. В сто тысяч раз порой различается выдача на поверхность, скажем так, интеллектуального капитала. Поскольку до тех пор, пока сокровища хранятся в Туне, как считает Олег Николаевич Мельников, и подчеркивает это специально в своих работах, интеллектуальный капитал ничего не стоит. Поэтому часто можно услышать такие высказывания, что идей-то много, а отдачи финансовой нет. Поэтому все будет зависеть от того, как мы организуем эту работу. здесь я хочу сказать, что существует три основные пути поиска идей. На этом мы еще подробно остановимся. Но сейчас я хотел бы сказать, что для повышения роста производительности труда существует три пути. Первый это строительство новых производственных мощностей. Второй это реконструкция и техническое перевооружение действующих производств. И третье это подача различного рода идей, новаций и их внедрение. Так вот, идя по первому пути для повышения роста производительности труда на 1%, необходимо затратить 5000 рублей и затраты окупятся через 12 лет. Если идти по пути реконструкции и технического перевооружения, нужно денег затратить в 2 раза меньше, 2500 рублей. И затраты в среднем окупаются в 3 раза быстрее, за 4 года. Но если внедрять наши интеллектуальные инновации, на это требуется 196 рублей и затраты окупаются в течение одного года. То есть соотношение 1 к 50 и к 300. То есть вложение денежных ресурсов в идеи, стимулирование их притока в 300 раз эффективнее нового строительства. Ну вы знаете, вопрос этот очень сложный для нашего восприятия. Поскольку никто никогда не учил нас работать с идеями, мы привыкли работать с так называемыми материальными активами, с реальными зданиями, с оружениями, производствами. И переломить, изменить психологию восприятия бывает крайне сложно. Если вы хотите все же более глубоко и основательно изучить эти вопросы, то целый ряд положений, на которых, к сожалению, я не могу подробно остановиться, вы можете посмотреть в этом пособии. Кроме того, примерно в сотнях статей нескольких различных бизнес-журналах, а также интернет-рассылках, в которых изложены основные положения этого бизнес-курса и которые могут служить вам хорошим пособием на сервере Subscribe, Mail.ru и других, которые также одноименно называются как заработать на идеях, как управлять бизнес-кораблем. И есть третья, заключительная часть, это надежность обеспечения сделок. И она называется «Не дай себя кинуть». Поэтому изучив все три части и соединив эти тайны в своем бизнесе в единый механизм, вы сможете достичь высокой эффективности его. Как я обращал ваше внимание, этот бизнес-курс прошел рецензирование и у многих руководителей крупнейших предпринимательских российских структур. И он получил положительную оценку президента Российского Союза предпринимателей и промышленников Александра Николаевича Шохина, руководителя предпринимательского объединения средних и малых предприятий России Опора России Сергея Ренатовича Борисова и многих других предпринимателей, руководителей, специалистов и ученых. Поскольку часто аудитория в первую очередь в Академии народного хозяйства это были руководители предприятий со всей России а иногда и за рубежа порой достигали 100-120 слушателей которые очень активно воспринимали и обсуждали все проблемы связанные с повышением эффективности предпринимательства. Итак, мы постигли хотя пока еще весьма поверхностно первую тайну создания мощных состояний это приток града идей. если вам удастся организовать в своей фирме этот мощный поток считайте что вы уже частично обречены на успех. А теперь переходим к тайне второй. Тайна вторая состоит в том что нужно привлечь в бизнес максимально возможное количество денег. Казалось бы тоже факт очевидный простой и доступный но к сожалению его также многие неправильно понимают или даже если понимают то не воспринимают. Возможно вы удивитесь но на самом деле это именно так. Дело в том что все отечественные консультанты и многие зарубежные предупреждают что если у вас в обороте есть определенная сумма капитала например миллион рублей то они советуют привлекать не более 30 процентов к имеющемуся капиталу. С одной стороны это разумная страховка но с другой стороны если ваш бизнес надежен если он вам приносит постоянную прибыль то почему не увеличить и не вовлечь в оборот большее денег. Герберт Кесон в своей книге аксиомы бизнеса говорит что если бизнесмен уже стал более опытным вырос из пеленок то самое время нужно для совершения первого подвига а именно нужно набраться смелости и взять кредит если человек этого не делает значит он обрекает свой бизнес на мелкое плавание и на серое прозябание следующий совет который дает Кесон в своей книге аксиомы бизнеса говорит что если вы стали уже опытным я не говорю матерым предпринимателем то в этом случае нужно постараться вовлечь в бизнес столько денег сколько вы можете а именно именно по этому пути шли многие выдающиеся предприниматели история создания мощного предпред сталилитейного сталилитейной корпорации в Америке на примере ее руководителя Эндрю Корнеги свидетельствует о том что на начальном этапе он вкладывал в бизнес столько денег сколько мог достать во всех банках и у своих знакомых более того у него даже был специальный человек который ходил по банкам и специально для его бизнеса занимал деньги всюду где можно было их занять в итоге он стал миллиардером те же кто ограничились 30 процентами прироста к своему капиталу до сих пор топчутся на месте либо обанкротились поэтому если вы чувствуете в себе силы если вы накопили достаточный опыт нужно открывать широко шлюз и двигаться вперед в этом состоит вторая тайна предпринимательской прибыли поэтому если вы пойдете по этому пути это можно сказать вторая основная часть создания крупного капитала и наконец тайна третья важна не только суметь заработать деньги но нужно во первых сохранить их и во вторых умножить а для этого следует четко знать как надежно обеспечивать совершаемые сделки и договоры то есть как не дать себя обмануть или проще говоря как иногда в расхожей терминологии мы употребляем эти слова не дать себя кинуть я хочу привести только один пример на кого мы должны равняться при познании этой тайны и применении этого секрета на практике однажды мне довелось сопровождать и консультировать при получении крупного кредита для реконструкции одного из промышленных предприятий его генерального директора когда в банке он когда мы были в банке он изложил свою позицию и попросил кредит то ему сказали что необходимо представить обеспечение он спросил какое и банкиры перечислили первое необходимо заложить все имущество предприятия то есть обеспечить залогом второе заложить все ценные бумаги этого предприятия третье заложить все имущество дочерних предприятий заложить все ценные бумаги этих предприятий дать личное поручительство директора и учредителей всех этих предприятий в том что в случае если денежных средств этих фирм не хватит для погашения кредита они обязуются рассчитаться своим личным имуществом и хотя положение было весьма сложным он был уверен в своих силах сумел убедить своих соучредителей и руководителей и они также дали свои поручительства вы скажете вопрос рискованный но кто не рискует тот порой вообще ничего не пьет поэтому дорогие мои все я изложил вам три основные тайны дальше этот курс можно было бы и не продолжать если у нас будет тысяча идей от каждого человека в год если мы в отличие идя по пути японских предпринимателей будем вовлекать в оборот не 30 процентов к основному капиталу а как делают некоторые из них в 20-25 раз больше своего основного капитала то вы сможете резко продвинуться вперед а если вы еще и научитесь надежно обеспечивать то казалось бы больше заниматься нечем поскольку как говорит тот же кессон идеально ведущийся бизнес ведется так тихо и спокойно что посторонний глаз не замечает работы однако таких у нас кто позволяет себе организовать град идей вовлечь в оборот все возможные ресурсы единицы хотя их должно быть много поскольку стремятся все а достигают только считанные единицы теперь мои дорогие друзья мне хотелось бы продолжить наш курс потому что если бы все вы все точно восприняли и приступили к реализации возможно вам бы не понадобилась моя помощь но дело в том что во первых очень многие на это не решаются а во вторых в процессе этой работы возникает множество деталей которые также требуют уяснения чтобы эти простые три звена механизма работали постоянно поддерживались и функционировались значит сама тайна все-таки хранится не на поверхности а внутри там куда нам предстоит добраться найти и познать и взять все это на свое коммерческое вооружение поэтому нам нужно детально пройти этот путь если вы хотите достичь самых высоких вершин и вникнуть во все тонкости и подробности и изучив инструментарий этот превратить его в первоначальные индивидуальные навыки которые приведут вас к тем вершинам которым вы страстно желаете который вы страстно желаете достичь итак дорогие мои приступаем помоложе да рублем подороже так говорят о тех кто еще молод и не успел достичь многого но на самом деле мощнейший резерв и потенциал молодости в ее дерзости в том что молодежь еще не набила шишек и устремляется порой туда куда уже более опытные и знающие предприниматели не рискуют вторгаться поэтому молодость есть свои великолепные преимущества которые она должна использовать к сожалению некоторые молодые предприниматели считают молодость серьезным недостатком и препятствием для того чтобы начинать заниматься бизнесом и предпринимательством в частности говорят я слишком молод чтобы заниматься предпринимательством и обычное оправдание это когда многие говорят вот закончу школу потом колледж или институт потом поработаю потом наберусь опыта потом а что потом а потом пенсия но лучше ли это путь мне хотелось бы привести вам пример который приводит в своей книге Энтони Робинсон тренер американский тренер успеха когда он посетил школу Монте-Сори он познакомился там с четырехлетним мальчишкой Томом и спросил его чему ты учишься здесь Том на что тот ответил ему я четко знаю цели своей жизни и я непременно их достигну это в возрасте четырех лет недавно в одной из подмосковных школ мы проводили собрание и создавали школу юных предпринимателей из числа десяти и одиннадцатиклассников я каждого из них спросил каковы цели вашей жизни знаете ли вы их к сожалению 80% и даже больше школьников не смогли сказать чего же в жизни они больше всего хотят кем они хотят стать и чего добиться к сожалению та сумма знаний которая сегодня дается в школе она несет значительную информацию значительное знание но она не позволяет с раннего возраста выявить жизненную миссию жизненное предназначение молодого человека и нацелить усилия всех преподавателей на развитие каждой личности в соответствии с ее жизненным природным предназначением в свое время мне посчастливилось преподавать на факультете экономических и социальных наук как я вам говорил при правительстве РФ которым руководит замечательный ученый и организатор Анатолий Вячеславович Бусыгин своей доброжелательностью отношением к преподавателям и студентам он умеет создавать атмосферу праздника а это очень важно поэтому и многие студенты начиная со второго-третьего курса уже вовлекаются в предпринимательскую деятельность начинают работать создавать свои фирмы и достигать значительных успехов в сфере предпринимательства вот только один пример на этом факультете училась студентка Марина Малыхина вот ее краткая история школьницей она полтора года по обмену жила в семье орегонских фермеров там возникли ее новые мечты видение своего будущего дела и уверенности в том что она сможет достичь его возвратившись в Россию она принялась за дело деньги для старта она заработала переводами с иностранного с 500 долларами она создала агентство маркетинговых исследований сейчас ее фирма работает с крупнейшими компаниями такими как Лукоил Нишфарм Спортмастер и другими и является лидером среди отечественных агентств по проведению исследований в Центральной и Восточной Европе для российской заказчиков есть масса других примеров о которых мы поговорим с вами на следующей нашем уроке а сейчас подводя итог хотел бы сказать пополняйте осознавайте свою мощь пополняйте свои источники капитала глубже познавайте тайны предпринимательства и вы непременно достигнете ошеломляющих выдающихся успехов желаю вам на этом пути удачи и до следующей встречи во время следующего нашего урока спасибо вам дорогие мои спасибо 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 Продолжение следует...